друзья всем привет всем привет вот сегодня начиная мы с такого необычного места до решили с города начать ну я имею ввиду в плане съемки и так значит сегодняшнее видео будет у нас о чем сегодняшнее видео будет у нас о машинах которые мы забрали уже то есть был у нас поиск мы смотрели машины они были хорошие мы их забрали и поставили в транспортную компанию ну и покажем машины которые покупают да но посмотрим насколько затянется это видео потому что машин все-таки там ни одна ни две ни три да и о каждом машине мы будем вкратце немного рассказывать поэтому возможно будет две части идем смотреть так заходим с вами на рынок на одной из стоянок сегодня мы начнем с вами с nissan ноут ноут это был у нас автоподбор был поиск автомобиля под ключ собственно вот он стоит собственной персоны да назовем это так автомобиль 2017 года мы еще заведем мы только пришли пускаем прогреется что прогреется безключевой доступ заводим пускай он прогреется поработает вот ну сегодня как мы сказали да будем показывать автомобили которые мы забирали подбирали вообще что покупать и отдельное внимание хотим уделить именно вот вот таким автомобилем то есть есть прям стоянка есть прям стоянка где их очень много этот автомобиль как вы видите он рестайл 17 год вот допустим у тебя дори стал сейчас просто примерно посмотрим на их цены на их цена сколько они стоят допустим стоит и power 17 год моторы все 1 и 2 аукцион 4 балла 709 тысяч стоит пробег автомобиля 96 тысяч километров вот стоит дори стал автомобиль 2016 года 12 климат-контроль кнопка старт 100 пробег 61 тысяча стоит он пятьсот девять тысяч рублей видите ноутов прям вот с этой стороны ноута света ноута вот стоят их реально их реально очень много далее 16 год это вообще комплектация медалист пробег к пробег 74 тысячи стоит машина 579 тысяч красного цвета 15 год дик с 539 тысяч 17 год но это такой же которому было забирать такой же который было забирать вот стоит серый 4 в д 17 год 600 600 9000 рублей он стоит наш автомобиль наш автомобиль стоит подороже я вам сейчас скажу сколько он стоит он тоже 4 в д но там состояние конечно огонь здесь допустим на этом автомобиле мы его тоже смотрели тут он хороший но присутствует под красы далее белый 17 год 4 в д 620 тысяч рублей 620 тысяч рублей 749 тысяч рублей вот в таком вот оливковом цвете это старенький стоит 16 год 16 год пробег ребят всего 27000 автомобиль стоит 619 тысяч рублей пятнадцатый год медалист 575 стоит автомобиль так давайте на ту сторону пройдемся вот еще тут видите я не знаю тут у блин на любой вкус и цвет каких только здесь нету nissan ноутов открывать мы не будем вообще смотрите дешево стоит 15 год 455 тысяч рублей аукцион 4 балла но это наверное просто идет нет климат-контроля да это идет простой накрутилась дальше 16 годик с 12 539 тысяч 74 тысячи пробегу серого цвета 529 дик с 16 год 98 лошадиных сил 15 год 1 и 2 . с 555 тысяч рублей 32 тысячи пробег 15 год медалист 575 тысяч рублей пробег 26000 далее значит 15 годик с 98 лошадиных сил пробег 70 тысяч 545 тысяч рублей стоит автомобиль дик с дик с в черном цвете в коричневом цвете давайте начнем серого цвета кстати мультируль есть мультируль пятнадцатый год датчик при столкновении аэростайл комплектация 589 тысяч в черном кстати он линзованный видите тут линзы раз линзы 2 на 16 год тоже дик с пробег 72 тысячи стоит автомобиль 569 тысяч рублей давайте возьмем вот этого коричневого рестайлинг 15 год 1 и 2 98 лошадиных сил 539 тысяч рублей ладно наш автомобиль наверно прогрелся пойдем про него немного расскажу тогда автомобиль прогрелся как видите лама хотел сказать лампочка погасла вот у нас четыре деления подняла кстати бензина там тоже еще есть давайте начнем движение выезжаем выезжаем со стояночки надо только уши наверно разложить чтобы нам нормально выехать так друзья смотрите вот забирали данный автомобиль произошла у нас такая неприятная история в нас въехали это все вот кто идти к той теме да скажем так когда вот многие там говорят вы там берете за отправку до чем там автомобиль перегнать и так далее вот там тысячи рублей мы вам платим перегоняйте нет ребят значит смотрите ехали и в нас въехали порвала дверь порвала арку ответственность лежит ответственность лежит в данном случае на нас то есть ну мы этим сейчас будем заниматься мы этим мы это все будем восстанавливать собственно как оно произошло выехали мы вот с этой вот стоянки ехали 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 я за рулем subaru forester тоже без пробежный без номеров страховок нет ни у кого не у форестера не у ноута он сдавал задним ходом въехал он в меня я получается как бы я уже был наверно где-то вот так да по нему то есть я увидел то что машина едет на меня я успел дать руля немного влево и дать газа то есть если бы я не да не сделала до этого то форик бы въехал прям вот посередину в бочину и замяла бы и стойку и две двери ну и в принципе не знаю что еще сказать то есть дверь дверь однозначно она будет под замену потому что вот она порвана порвана эта дверь осталась целая ну арка крыло тут надо смотреть значит что делать в таких ситуациях вдвоем станем вот так на фоне автомобиля что делать в таких ситуациях это однозначно нужно вызывать гаи потому что нету страховки на автомобиль приезжает гаи заполняется акт да вот это то что было дтп заполняется схему все заполняется едем в гаи оформляем дтп после этого нам нужно будет ехать до не страховую компания именно на экспертизу значит где оценят оценят стоимость либо ремонта работ так как нету страховки напоминаю не вот этого форестера не вот этого ноута мы собственно с этими документами идем к виновнику но виновник однозначно это вот вот этот автомобиль потому что тут не знаю как не груди тут короче я не знаю как получилось в них вот мы предъявляем ему документы на возмещение ущерба если он согласен если он согласен он нам выплачивает полную стоимость да вот этих ремонтных работ запчастей и так далее если он вдруг не согласен то мы с этими документами которые нам выдали в гаи мы идем в суд и уже будем судиться будет все это через обязательно будет продолжение вот эта история то есть чем это все закончилось обязательно мы это снимем и вам покажем и мы однозначно несем ответственность за все автомобили которые мы забираем отправляем получается вот это вот конечно неприятная история но она так получилось тут уже мы не смогли предотвратить вот это дело будем дальше смотреть да наши вины здесь нет мы человека не бросим сейчас да вот нашего клиента то есть мы сами все это будем делать мы потеряем очень много времени это не час не два и даже не один день и не два дня на это уйдет довольно таки много времени то есть до последнего не до последнего мы все будем восстанавливать и вплоть до того сейчас будем созваниваться с уже с хозяином этого автомобиля и будем уже что он скажет да мы звонили уже несколько раз у нас старая автомобиль в празднице 7 часов телефон недоступен я уже раз десять наверно позвонил пока трубку не берут ладно будем держать вас в курсе ну и в случае аварии в случае аварии чтобы не было штрафа нужно обязательно выставлять знак аварийной остановки то есть просто посмотрите со стороны а знаете что самое обидно самое обидно то то что автомобиль он реально он был в идеальном состоянии у него не было ни одной крашеной детали не намека на ржавчину чистейший ухоженный салон кузов целый без потертости без вмятин без царапин ничего на автомобиле такого него автомобиль 4 воды там блин ржавчины не было пробег 70000 на автомобиле был ну не был пробег то и остается таким пробегом ну а форестер что тут он бампер поменяет бампер треснул в принципе все уже забрали вот этот замечательный данный автомобиль это honda freed honda freed автомобиль 2014 года кто смотрит наши ролики тот в принципе видел да этот автомобиль как мы его проверяли проверяли моего на камеру автомобиль оказался достойным автомобиль был рекомендован к приобретению покупки автомобиль куплен куплен сейчас мы угоним в транспортную компанию и уже так сказать по традиции да сейчас по дороге он милиционеры поехали по дороге остановимся я вам немного про него расскажу хотя в принципе автомобилем в рекламе не нуждается да это я думаю все догадались что это за автомобиль это honda freed не spike а именно free и он идет у нас шестиместный давайте пока едем значит пробег на автомобиле сто пятнадцать тысяч это настоящий настоящий обратить внимание родной пробег на данном автомобиле он в очень хорошей комплектации то есть у него можно сказать нет только блютуза да так руль идет кожаный идет управление магнитолой на руле круиз-контроль меню комплектация две электро дверки подогрев дворников отключением антибукса вот монитор автомобиль вариаторный климат контроль кожаные вставочки да как вы видите идет по два подлокотника для меня для водителя на данный момент для пассажира ну и сиденья тоже боковинки сидений они тоже идут с подлокотниками хотелось бы добавить то что мне нравится в этом автомобиле это шикарно просто великолепная обзорность если брать новый free да уже ареста который пошел следующий кузов вот у него идут стойки и в стойках ну грубо говоря вырезаны окошки до вмонтирована окошке здесь окошки вот эти форточки у нас идут сама стоечка она идет узенькая окошки они идут широкие вот эти вот форточки и ну в принципе да не в принципе довольно таки неплохо даже не довольно таки неплохо а просто замечательно шикарно все видно что касается подвески именно на данном автомобиле друзья при пробеге сто пятнадцать тысяч я еду сейчас на автомобиле никакого постороннего не шума не звука не скрипа ничего нет это просто отсутствие представляете пробег на автомобиле сто пятнадцать тысяч здесь у нас сигнализирует о том то что пульте дойдет вот такого плана вот пульт два ключа то что в пульте села батарейка кстати боковые двери как я говорил уже здесь идут у нас на электроприводе и их можно открыть с пульта ну естественно на ходу на ходу электродверь она не откроется центральная панель да не центральная панель а именно спидометр как видите у нас установлен электронный вот что еще хотелось бы добавить по месту ну по месту я уже промолчу место здесь очень много сейчас остановимся посмотрим сколько места на втором ряде сидений вот шикарно лобовое стекло широкая airbag у нас идет в руле на водителя в правой стойке вдоль лобового стекла идет airbag со стороны пассажира тоже в стоечке идет airbag ну естественно вот торпеды с торпеды тоже вылетает airbag вот что касается двигателей двигателя здесь стоят хорошие надежные я скажу они неприхотливые в обслуживании и они очень-очень резвый если взять не гибридную версию да ну как бы он едет он тоже хорошо едет но он немножко будет потупее мы сейчас с вами сравниваем именно именно с гибридной версии автомобиля подъезжаем к транспортной компании ямочка такая небольшая увидим автовозы подошли то есть транспортная без работы она не сидит автомобили автомобили у нас грузится не знаю место здесь такое не очень но что поделать отстанем куда я немного покажу вам салон как он выглядит 14 год фрид гибридная гибридная версия то есть вот мы остановились да я включил на парковку двери замки дверей они открылись микрофона с собой к сожалению нету на улице небольшой ветер поэтому за качество звука я не знаю как оно получится и так вот он наш замечательный автомобиль он налить и на резине тумана к сожалению на автомобиле нету белый шикарный перламутровый цвет видимо шилдики идут гибрид литье кстати стоит родное оригинально но но она довольно таки дорогое да если покупать отдельно литье лобовое стекло родное хондовская здесь повторить дачу вам рассказывать автомобиль был проверен на камеру да то есть у него настоящий аукционный лист идет подкрас подкрас заднего заднего его ветровиков на данном автомобиле нету наш подписчик попросил докупить ему ветровики сейчас если мы их найдем их найдем то мы их обязательно обязательно купим камера заднего вида установлена без ключевой доступ хромированная накладка багажное отделение но при разложенном третьем ряду сидений до багажного отделения фактически нету это фактически кейкар то есть пару пакетов сюда влезет третий ряд сидений тоже кожаные вставки подлокотники третий ряд сидений опять же друзья я вы складывать не буду до спинка складывается сидушка поднимается и она крепится вот на вот эту боковинку и посмотрите состояние именно состояние багажного отделения видите да в каком шикарном состоянии опять же смотрите третий ряд сидений третий ряд сидений вот давайте посмотрим сделаем электро двери у нас включаем электро дверь открываем электро дверь второй ряд сидений сейчас подвинут до конца ну и смотрим по состоянию до места здесь практически нету короче говоря влезет сюда только ребенок когда второй ряд сидений от отвинута на конца если чем не удобен подлокотник да его нужно убирать давайте сядем посмотрим сажусь закрываем удобно комфортно достойно то есть по месту именно по бокам да сейчас посадить сюда второго человека 2 пассажира на второе ряд сидений в принципе мы с ним найти плечами там тереться не будем место будет довольно много и реально очень удобно вот эти вот подлокотники также есть автомобили в комплектации где идет второй ряд сидений он идет сплошной есть комплектации без третьего ряда сидений но и как-то не особо не особо много также у нас имеется как обратили внимание проход проход на третий ряд сидений если я подвину сейчас свою сидушку сюда да сзади как бы место станет побольше но мне уже будет как-то некомфортно короче говоря 3 ряд сидений у нас для детей либо как мы будем немножко в убыток да то есть и водителям придется двигать и эту сидушку придется двигать значит на потолке до по ручке третий ряд второй ряд первый ряд кстати airbag и идут и в центральной стойке да и в задней стойке автомобиля то есть очень много считаем 1 2 3 4 по 4 airbag по 4 airbag с каждой стороны значит удобство как я говорил уже идут подлокотники и удобства в дверных картах это подстаканник третий ряд сидений тоже у нас есть подстаканник и есть вот такие вот вот такие небольшие ниши также идет подсветка для третьего ряда сидений удобный поручень выходить из автомобиля как открывается электродверь то есть не надо этом пихать толкать просто вот так один раз потянули на себя дверь она открылась вот за ручку взялись очень удобно выйти с автомобиля также закрывается дверь то есть ручку на себя потянули дверь у нас закрылась ладно давайте посмотрим посмотрим быстро сколько места пассажира видите документы все нам отдали сколько места у пассажира и будем и пойдем смотреть цены вот опять в рекламе место не нуждается место много комфортно сидеть очень приятно единственное вот не понимаю зачем вот эти вот полочки давай здесь такие вот небольшие как но телефон в лес до телефон на будут постоянно болтаться ключи в принципе тоже будут болтаться и так еще раз показываю вам внешний вид согласитесь достойно смотрится другой аналог аналог на европейском не вы аналогов у нас просто нет стрелка бензобак у нас тоже электронно вот осталось там пределением так ладно с фридом будем заказать так друзья приехали в гаи как вы видите находимся мы возле гаи по поводу вчерашнего дтп приятная ситуация произошла с нами вот такая вот с историей ладно нам сказали приехать после трех часов третий кабинет мы пришли сказали ребят приходите завтра с 10 до 12 в гаи мы едем для того потому что дтп у нас все она оформлена все официально чтобы у нас была бумага да ни одной машины не было страховки пришлось вызывают вызывать гибдд чтобы было это все официально подтверждено да ну а что как разрешила ситуация что с машиной как она ремонтируется она уже кстати стоит в ремонте вот подписывайтесь вы будете в курсе то есть мы будем следить за этой ситуацией ну на сегодня все всем пока всем пока